На лицевой стороне советской медали за победу над Японией ожидаемо изображен профиль Иосифа Виссарионовича Сталина. На реверсе кое-что не менее интересное. Дата. 3 сентября 1945 года, именно этот день считался настоящим днем наступления мира. В постсоветское время про 3 сентября вспоминал разве что Михаил Шуфутинский, совсем не в связи с памятью о войне. А отмечаем мы в начале первого осеннего месяца, второго, дату с осторожным названием «День окончания Второй мировой войны». Это «Острова главное» в студии Сергей Суханов. Сегодня разбираемся, куда делось. 3 сентября и как его вернуть. Остров Шумшу не просто один из малонаселенных кусочков земли в северной Курильской гряде. Это место, которое называли Восточным Сталинградом. Здесь проходили наиболее ожесточенные бои Курильской десантной операции. На Сахарине и Курилах советская армия потеряла 36 тысяч бойцов. Многие легли именно здесь. До сих пор поисковики достают из земли ежегодно десятки павших солдат наших и Квантунской армии. Останки передаются родственникам японской стороне или, если их не удается идентифицировать, хоронятся со всеми почестями. Только во время одной из последних экспедиций «Вечный покой» обрели 50 человек. «Очень много подняли бойцов, которых впервые сталкивались с этим. Но это очень такое волнительное и занятие, которое внутренне помогает обретать себя. Это была война, это за тебя сражались. Это благодаря нашим дедам, прадедам мы живы». «Когда был найден первое мое захоронение, в котором находились солдаты, это такое чувство непередаваемое. В целом чувствуешь себя очень хорошо, потому что делаешь благое дело, нужное дело». Делают для них, тех людей, что отдавали свое здоровье и жизни на далеких островах. Ветеран Великой Отечественной Декабрина Пушкарева уже отметила 95-й день рождения – долгая и насыщенная жизнь. Но события 45-го помнит, как вчера. Такое не забывается. «Подъехали к Анорам и видели, как вечером взрывы. Там наши, видимо, бомбили уже такие огненные столбы. И командир сказал, ну, ребята, настала наша очередь, настало наше время». Раненым бойцам, которых спасла юная медсестра Дина, нет числа. Да и считать Пушкарева не планировала. Просто хотелось помочь как можно большему количеству людей. «Запомнился один случай, когда я везла раненых на повозке и крикнул, дороги не было совсем. Солдаты рубили лес и стерили настил. Поэтому настил мы вывозили раненых. И братишка меня увидел и крикнул «Динка». Я подбежала к нему. Расселовались. Потом уже дальше кричат «маленькую сестру». Он говорит, ей там тебя уже зовут. И так мы и расстались с ним. Ну, слава богу, что он. И вот в каждом солдате я видела, как своего брата все равно. Поэтому мне хотелось и прижать, и обнять. И как можно, чем только можно помочь». О тех событиях красноречиво, а точнее наглядно, рассказывает инсталляция в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске. Сражения были кровавыми и беспощадными, но остановить императорскую армию Японии удалось достаточно быстро. Утром 3 сентября не только тех, кто освобождал Сахалины Курилы, но и весь советский народ из газеты «Правда» узнал о капитуляции Японии, а также о том, что отныне, в сегодняшний день, именно третье число объявляется праздником Победы над Японией и Нерабочим Днем. Приказ подписал председатель Президиума Верховного Совета Михаил Калинин. Здесь же хранится и та самая медаль. В отличие от медали за победу над Германией, вождь народов смотрит вправо, то есть на восток. Так что у царской и современной России двуглавый орел, а в СССР был двуглавый Сталин, подчеркивающий огромную территорию страны, расположенной и в Европе, и в Азии. Медаль Победы над Японией, которую с обратной стороны мы видим как раз 3 сентября 1945 год, выдавалась участникам тех самых событий войны с Японией. Это участники Маджурской операции, Южно-Сахалинской, Кулийской операции, которые непосредственно принимали в ней участие. Их было выдано порядка более чем миллион восемьсот тысяч. С просьбой вернуть памятный день и закрепить этот праздник на федеральном уровне не раз обращались депутаты Сахалинской думы, среди которых и дети фронтовиков. Вот 3 сентября, да, вроде и законы Российской Федерации никто не отменил, и вроде как праздник мы всегда отмечали, а сегодня его нет. У меня отец участник войны, участник освобождения Сахалина и Курил. Вот медаль за победу над Японией. На обратной стороне четко написано 3 сентября, день победы над Японией. Но почему-то сегодня мы этот праздник почему-то вычеркиваем, заменяем на другой. При этом никто не отменял прежнее решение, а новое не выполняется. Тогда, во время очередной встречи с депутатами, вопрос пообещал поднять в Москве сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин. Дискуссия по поводу дня воинской славы 2 сентября и как возможность 3 сентября, как дня победы на Дальнем Востоке, обсуждается уже сравнительно давно, правильно? По этому поводу уже высказывались и депутаты областной думы, и депутаты государственной думы, насколько я знаю. И тем не менее ряд ведомств там находит определенные нюансы, которые в их понимании мешают принятию того или другого решения. Обещаю вам, вернувшись, постараться разобраться и через Валерия Игоревича проинформировать, как с этим обстоит дело. В боях за 3 сентября депутаты, сенатор и областные власти дошли до Москвы. Здесь, в Совете Федерации, вновь озвучена та же самая мысль. Памятный день в эту дату важен не только для Сахалина или Дальнего Востока, но и для всей страны. Мне доложили председатели комитетов, что был очень заинтересованный разговор, дали высокую оценку профессионализму руководителей Сахалинской области. И все конструктивные предложения, рекомендации, безусловно, будут отражены нашим итоговым постановлением. Спасибо вам, что вы внесли и предложение в федеральное законодательство, над которым мы также будем работать. Вторая мировая война закончилась на дальневосточных рубежах, а непосредственно в нынешних землях Сахалинской области, на Курильских островах. И с учетом того, что сейчас идет ревизия Второй мировой войны, итогов, мы видим, какие нападки идут. То, что наш президент озвучивает постоянно тему, что история Великой Отечественной, история Второй мировой войны, она не должна забываться. И памятные даты, как 9 мая, День воинской славы, День победы советского народа, Великой Отечественной войны, как 3-й сентября День воинской славы будет, они все-таки должны звучать везде. Не только на дальневосточной земле, но и в том числе во всей Российской области. В Сахалинском предложении говорится о том, что все мероприятия и парады теперь будут проходить третьего. Это имеет большое морально-политическое значение, эмоциональное значение прежде всего для ветеранов, для поколения наших отцов. Для этого мы, собственно, это все и делаем. Эта дата отображена на медали, значит, эта дата в сердцах людей. Мы должны сделать, пока поколение победителей еще живы, пока дети фронтовиков тоже живы, включая вашего покорного слугу, мы должны этот долг отдать. При поддержке губернатора Лимаренко вопрос удалось, что называется, протолкнуть на самый верх, вплоть до президента Владимира Путина. С этим предложением мы обращались и к депутатам, и сегодня я обратился в Совете Федерации с этим предложением. Хочу сказать, что к нашему большому удовлетворению с этой инициативой, эту инициативу поддержали и министр обороны, и министр иностранных дел, обратились с соответствующим письмом к нашему президенту. И наш президент согласовал такой подход. И я считаю, что нам нужно сейчас проделать совместно большой путь законодательный с тем, чтобы надлежащим образом это решение было принято на законодательном уровне. О том, когда именно 3 сентября станет днем воинской славы, пока говорить рано. Важно, что инициативу поддержали на федеральном уровне, не против и члены правительства, и президент страны. А это значит, что осталось уладить дела бумажные, и историческая справедливость будет восстановлена. Мы вернемся к вам и продолжим рассказывать о главном, что происходит на островах. В студии был Сергей Суханов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok